Всем привет! Виталий Филиппов, канал Джеркмания. Сегодня у нас уже 3 ноября. Погода пасмурная, около нуля градусов. Я в новой одежке от нашего мерча Джеркмания Тим. Новая одежда, новая коллекция. Она доступна уже для всех в нашем магазине. Рыболов, как правило, находится в экстремальных всяких ситуациях, в движении и под всякими природными катаклизмами. Поэтому вещи на рыбалке должны быть добротные. И я придерживаюсь только этих правил. Все должно быть комфортно, удобно. И я вам предлагаю посмотреть размеры. И наше предложение на сайте магазина. Но сегодня речь пойдет о дайверах. Я очень давненько ловил на эти приманки. Не было подходящих условий. И в этом году решил возобновить ловлю. Так как у нас появились очень интересные приманки от компании Livingstone. Это у меня Джеркбейт а-ля воблер-дайвер Livingstone Flipper. Очень интересная, на мой взгляд, приманка. Она сделана на базе Джеркмастера 254-го воблера. Я его еще разловил два года назад. Мне очень понравилась эта приманка. Забавно, что только недавно я узнал про вот эти вот два контакта при взаимодействии с водой. Приманка издает звуки. По мне они напоминают что-то такое. Кряканье то ли утенка, то ли еще чего. Но, тем не менее, приманка очень мощная. Далеко летит. В воде очень сильно на потяжках колтыхается. И прям это отдает в удилище. И вот прошло буквально немного времени. И вышла в свет вот такая вот приманка дайвера. Чем они отличаются? Играют они, конечно, несколько по-разному. Особенно на всплытии. Я загонял их примерно на 3 метра. Ловил я в этом году на течении. И был у меня интерес именно половить на течение. Потому что, в общем-то, всегда течение это становится препятствием для дайверов. Так как приманки достаточно плоские. Вот если взять другую модель Эвингстона Титан. Даже эта приманка у меня на течении сработала. Хотя, как обычно, на практике показывало, что течка и вот такие широкотелые приманки. Они несколько неуклюжие. Но, тем не менее, Эвингстон работал. Принес там N-количество рыб. Вот. Я получил колоссальное удовольствие. И по поимке даже дайверы были наравне с глайдерами. Я сейчас покажу несколько вариантов проводки. Потом мы посмотрим фильм. Я, как всегда, что-то снимаю интересное на рыбалках. Далеко не все. Я не снимаю там поиски рыб. На которые уходят там, бывает там по несколько дней. Или там какие-то пустые места, которые будут просто неинтересны. Но надо понимать, что все рыболовы в основном стараются снимать более-менее экшен, где ловится рыба. Ибо если мы будем кататься на лодке, бросать рыбы не будет, в общем-то, вряд ли вам это будет интересно. Для тех, кто не знает, напомню или расскажу, что дайверы, они движутся не в горизонтальной плоскости, как глайдеры, делая глайды, а они движутся в вертикальной плоскости. В этом и заключается сложность, что техника проводки совершенно другая, совершенно другая тактика и совершенно должно быть другое понимание к ловле на эти приманки. И, соответственно, подход к снастям тоже немножко другой. Об этом я о снастях расскажу немножко попозже. Сейчас я просто покажу некоторые варианты проводки. Вы посмотрите на мои руки. При приводнении желательно, чтобы у вас сразу приманка уходила в линию с палкой и вы делаете вот такие потяжки. Вверх-вниз. Вы тем самым заглубляете дайвер и за счет быстрого выбора плетенки у вас приманка постоянно находится под контролем и вы ей не даете быстро всплывать. Но дайвер такая приманка, что она требует очень такого творческого подхода рыболовов. Это то, что его нужно подгружать, его нужно моделировать в каждой воде конкретно, чтобы всплывание было его хаотично, медленное, с какой-то, может, оттяжкой назад. Это ключевое, это такие ключевые моменты в дайверах, которые дают очень серьезный эффект и удара по мозгам хищника, который атакует эту приманку. Поэтому контроль приманки должен быть, в общем-то, как и на всех приманках, очень поставленный, но на дайверах это такая вещь очень первоначальная, ключевая. Сами проводки, они зависят от течения, можно их, если на сильном течении, вот вы увидите, я их делал практически так, как проводил бы там бульдоги, такими сильными, мощными потяжками. Это за счет того, что дайвер заглубляется и при паузе, пока ты выбираешь плетенку, ее приходится выбирать очень достаточно быстро, приманка уходит назад и, чтобы она не слишком уходила, удерживала горизонт, нужно быстро вымотать плетеночку и сделать снова протяжку. На стоячей воде это можно делать гораздо реже, и подгрузка, которая у вас будет на приманке, она будет регулировать скорость всплытия, это очень важно. В стоячей воде и тем более на течении это будет очень важный ключевой момент. Чем больше у вас приманка будет и дольше зависать в слое в воде, а не резко выдергаться, тем быстрее вы поймаете рыбу. Поэтому проводки могут быть как под себя, допустим, короткой балкой, если у вас короткая балка, так и длинными подтяжками в сторону, допустим, на течении. Или если у вас достаточно серьезная глубина уже под берегом, и вам необходимо загнать приманку. Построю удилища. Я не очень сам честно люблю колы, и думаю, что хорошо, когда палка мощная, с достаточным запасом мощности, но без перебора. Потому что, если коловатая палка, она просто приманку выдергивает и не заносит. А приманку желательно эластично загружать своей мощью, упругостью. Поэтому палка мощная, упругая, любая по длине подойдет к ловле на дайвере. Вопрос, нужно просто технически владеть приемами ловли. Катушка. Здесь принципиально, я бы не сказал, что нужно что-то сверх такое естественное. Можно ловить мыльницами, бочонками. Дайверы не особо такие тяжелые. Они порядка 100 грамм туда-сюда. И такой разрушительной силы они не имеют. Так что катушки 300 размера вполне достаточно для ловли на такие приманки. Ну а теперь давайте посмотрим кино. Приятного всем просмотра. Есть у меня мысль попробовать дайвера. Медленно всплывающий. Новая модель Левинстона. Сделанного из джеркмастера воблера 254. Как утверждает производитель. Медленно всплывает. Это очень мощная, размашистая игра. Попробуем его на течение. Интересная вещь обнаружилась в этих приманках. У них есть во всех приманках от Левинстон вот такие розетки, наверное. Вот здесь и здесь. Как на Титане, так и на Флиппере. Недавно обнаружилась интересная вещь. Сейчас я намочу пальцы. Я не знаю, слышно ли сейчас это. Я поближе к микрофону сделаю. Вот так мочишь. И такое раздается, как кряканье. Я не знаю. Это очень интересная, забавная вещь. Но американцы... Я думаю, что в воде эти приманки происходит какое-то замыкание с влагой. И издают вот этот звук. Для чего он... Ну, все это заточено под москаря, конечно. И я так думаю, что если америкосы это сделали, ну, наверное, для чего-то это надо. Они достаточно прагматичны. Просто так ничего не делают. Ну, вот. Ну, вот. Будем пробовать сейчас на эти приманки. Непонятно, мы то ли опоздали с утренним клевом. Первый день на рыбалке. Пока вот редкие выходы. Ну, поклевок нет. Но рыба питается, видно. Бьет хвостом. Сырка, пыжьяна. И потом разворачивается и его заглатывает. Ну, будем пробовать дайвер. С погремухой. Летит как ракета. Ну, вот. Будем дайвер загонять на глубину. На протяжке прям чувствуется сильнейшая вибрация. Мощнейшая просто. И будем ловить с паузой. В расчете на подвисание и медленное всплывание. Надеюсь, что щука его обнаружит, выйдет на него и протокует. Лизард вполне справляется. Плетенка у меня в Верилос. Десятый номер. Осенью. Да и вообще я больше ловлю толстыми шнурами. Сейчас еще раз покажу. Ну, очень, очень мощно. И достаточно медленно всплывает. Да. Возможно, нужно еще его даже чуть-чуть подгрузить. Не знаю, сколько на него поставить. Честно говоря. Чтоб он всплывал, наверное, методом тыка. Приманка достаточно тяжелая. Не зашла. Кулетчик. Буду поставить грамм 7. Вот такой мастенький. Грамм 7. Куда же поставить-то? Поднос. Ну, какой всплеск был. Жень, там вот косы где? Вот там вот гуляет она. Да, вот где-то метров 50 отсюда. Поклевка уже на рыбе. Отлично. Да, она с песочка взяла. С песочка. Хорошо, хорошо. Не протаскиваю я. Ты прорвешь ей пасти, крючок выпадет. Крути врусок катушкой, и палка сама загрузится. Небольшая. Так, сейчас. Давай мы сбросим. Это что у тебя такой? Хардбейт. Хардбейт. А, Сифокс. Сифокс. Магнум. Сифокс. Отлично. Ну, вот еще одна. О, это уже рыбка. Поинтереснее. Подсачим. Ты думаешь? Подсачим, думаешь? Сфотографироваться. Конечно. Да, давай там. Просто держи ее, все. Не это. Пусть она в водичке гуляет. Сейчас мы ее заберем. Вон она, плещет. Вышла. Ой, ее надо пускать, конечно. Крови. Смотри, так осторожно. Давай, разбирайся. Будешь готов, скажешь. Килограмм на 5. У меня дайвера рубанула. Она отков может там в косах сейчас тусить, а она сытая, и ей надо песочек. Вон, смотри, смотри. Шла. Я чувствовал, ударчик был. Да, вот и первые царапки. В голову била. Останавливала приманку. Ты готов? Так, смысл, не теряю время. Что я? Слышишь, бочек? Да, я начали фотку. Так, как я хожу. Так, руку правую проконтролирую. Правильно. Подплавник отсюда. Сюда. Ага. Хорош. Сколько она? Да, пятерка, шестерка. Шесть. Повисит. Дерни ее сильнее. Ну все, отпускай. Отпусти ее. Отпускай, отпускай. Поклевочка. Ну, джерки. Сейчас должны прям рулить. Особенно тонуще. Я все уж хочу поймать на дайвер. Поклевка уже была. Был выход. Вот, вот она. Ох. Ты смотри, идет, идет она. Так. Сейчас немножко поменяем угол. Вот это сплеск. Вот это нам дала там хвоста. Метай туда. Офигеть. Это что было? По-моему, докинул, да? Все, уже надо еще мне подгружать. Еще, чтобы ниже шел. Ну, да. Есть. Здравствуйте. Так. Ага. Это, по-моему, это 9 грамм. Наверное, я его не оставлю на носу. Оставлю его на носу. Оставлю его на носу. Ага. И вот на дайвер все же сработало. Приманочка, как суспен, стала зависать. И это сработало. Очень хорошо взяла прям так. Сейчас посмотрим. Да и рыбка-то ничего. О, хорошая рыба. Хорошая рыба. Сейчас я... Подожди, не пугаю ее под саком. Сейчас мы... Хорошая рыбка. Килограмм на 6. Сейчас, 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 сейчас она наиграется. Вот тут особо. Видишь, как я простенькая... Оп, остановил ее, да, палочкой. Вывел. А теперь она подустала чуть-чуть. Ее можно подразвернуть. И в норку. Хоп. Йес. И отцепилась. Дайвер отцепился сам. Ну, вот такая приманочка дайвер. Сейчас посмотрим щучку. Что у нас тут? Килограмм 6. Не есть. Так, Жень. Ну, коль такая петрушка, думаю, надо продолжить ловлю дайверами еще. Хочется ими половить. Очень давно не ловил. И я... О, опять пищал. Поставлю другой дайвер. Настоящую американскую классику. Титан или винстон. Здесь есть погрузка. На пробных тестах приманку удавалось заглубить практически до трех метров. Очень широкий в голове. Сейчас мы сменим подгрузочку. и продолжим ловлю. Обоим, разлоим дайверы. Перейдем на какие-нибудь другие приманки. Я показываю, как это меняется. Они на свежую краску всадили болт. Ох, эти американцы. И все. Не до мелочей таких. Поводок у меня тоже флюрокарбоновый 1,17. Щук его... Ну, не знаю, у меня еще не перекусывало. Вот какие-то задирчики маленькие есть уже, но все достаточно надежно. И у меня вот эта вот термотрубка для того, чтобы не гулял джерк или другая любая приманка. Чтобы не было вот этого шарнира. Все напрямую. От этого лучше чувствительность и вообще лучше. Ну, посмотрим, что течение здесь, конечно. Главное, чтобы его не заваливало. Но очень хорошо заглубляется и вообще прям аж вообще идет отлично. Вот то, что надо. Я думаю, это тема. Ну вот, мы сейчас ловим. Мой напарник Женя ловит джеркому, сифокс, магнуму, тонущий. Я ловлю дайверами. У нас по рыбе 2-2. Ну, почему-то на дайвер рыбы немножко крупнее. Может быть, это из-за того, что Женя с косы ловил, а я с под косы ловил уже с конца ее, где выход в русловую часть. Может быть, это определило, что рыба покрупнее, она все же и более в темной воде. Вон, 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 вон она, вон она, вон она. Как здорово-то ты. Ты смотри, прямо как он всплывает, прям бам. Если она вышла, сейчас мы ее засадим. Дайвер летит, титан, легко метров сорок. ловим и на глубине где-то около трех метров с течением. Решили проверить другой берег. Ух ты! она прям сходу взяла. Я продернул в это время, как раз проводку делал. Обычно она на паузах берет, а эта взяла прям сходу. Я ее выдернул, прям почувствовал, как рыба трепянулась, но можно сказать выдернул из пасти. Неожиданно прям сходу она так свежий, царапка. Все попискивает. Вполне может быть хорошей щукой. Все на третий раз я ее все же взял. А то она все пыталась пыталась там. Ничего так трешечка толстенькая такая хорошая трешинечка где у нас там опа цепише. Цепише. Yes. Ну что. Дайверы осень это достаточно очень тематично. приманка приманка пластиковая живучая так что продержится долго. Титан Левинстон опять у меня атаковала. Памо. То ли багранул то ли что не пойму. Не не надо я так и чеплю. Палку я никогда не задираю там высоко я делаю как американцы без выкачивания джигала. И катушки мощные палка мощные все загружается и спокойно рыба подводится. Когда выкачиваешь если тяжелая рыба крючки раздалблют дырку и малейшая слабина он просто сам выпадает. Это уже мы это давно просекли и в общем-то когда ты не делаешь такой вид выкачивания типа джигала у тебя сходу практически нету. Поэтому я предпочитаю силовой метод такая вот щучка килограмм на два с половиной и приманка пищит. Забавно вот это все конечно. да вообще супер ну вот это вот классно я там пиво тягу все снимал я все время снимаю пищало это пищит приманка это не рыба дайвер щучка управляется во своя си ну вот титанчик пропищал что вторая рыбка поймана решаем сняться с этого места потому что пошла мелкая рыба дайвер и даем ему всплывать опа потяжка выбрали потяжка выбрали и пусть всплывает оп пища да все о и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА